Воронеж по праву называется Петровским городом. Импульс, заданный предприимчивым царем еще в 17 веке, до сих пор хранят здешние корабельные верфи. Как Петру удалось превратить крепость на краю Дикого поля в колыбель русского флота? И какие достопримечательности сохранились до наших дней? Расскажет Елена Цветкова. Построить крепость на правом берегу Воронежа было решено после того, как в 1571 году армия крымского хана Девлет-Гирея сожгла Москву. Сгорело все, уцелел только Кремль. Дабы впредь уберечься от опустошительных набегов, на южных рубежах было организовано строительство нескольких приграничных форпостов. Они образовали так называемую засечную черту, которая проходила по территории современных Сумской, Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей. Крепости тогда строили деревянные. В степной зоне с материалом для создания укрепления было туго, поэтому лес был приготовлен заранее. По рекам, либо спущен был осенью, либо уже потом с установления санного пути сюда эти заготовки деревянно прибыли, и здесь уже плотники, строители эту крепость собирали. То есть, это еще раз подчеркиваю, это впервые опыт строительства крепости в поле, в Диком поле, то есть русскую крепость построили. Крепость простояла недолго. В 1590 году ее сожгли украинские казаки, служившие польскому королю. Заново ее отстроили только в 1670 году. Однако с расширением границ российского государства необходимость в укреплении и вовсе исчезла. Деревянные стены со временем обветшали, и вскоре от них и следа не осталось. От той эпохи теперь напоминает лишь Успенская церковь. Впервые она упоминается в 1594 году. Правда, была она тогда еще деревянной. Храм в камне был построен в 1694 году. Но с разночтением нового и старого стиля на современные летоисчисления, это приходится в 1695 год. Январь месяц он был освящен. Эта дата была установлена по найденной закладной табличке при реставрации храма во второй половине XIX века. В 1887 году при разборе алтарной стены была найдена и по ней установлена дата. Церковь вмещает 500 человек. Храм перестраивался несколько раз, и как результат произошло смешение архитектурных стилей. Пятиглавый четверик в древнерусском стиле поставили еще в 1690 году. В духе классицизма выдержаны прямоугольная трапезная и трехъярусная колокольня высотой примерно 23 метра. Ее возвели в 1808. Успенский храм – это единственный дошедший до нашего времени памятник, тесно связанный с именем царя Петра и строительством русского флота. В 1696 году недалеко от храма самодержец нашел место, максимально подходящее для корабельной верфи. Строящиеся корабли освещали. Здесь служил святитель Митрофан, первый епископ Воронежский. Он сам возглавлял службы, после которых освещались знаковые корабли, как годопредестинация. О посещении храма царем доподлинно ничего не известно. Петр I особой религиозностью никогда не отличался, а православных священников и вовсе почему-то недолюбливал. Есть документальные свидетельства, его участие, пение на клиросе и чтение апостола в московских храмах. Соответственно, он мог это сделать и здесь. Делал или нет, документально мы об этом не знаем, но вполне мог. Государь высоко оценил преимущества местоположения города. Река Воронеж впадала в Дон, а это наиболее быстрый и безопасный путь на Вожделенный Азов. Поход был неудачный, построенный флот большей частью бессмысленно сгнил. Но зато город, благодаря корабельным верфям, получил толчок к развитию, производству, промышленности и торговле. 20-й век принес Успенскому храму немало испытаний. В начале 40-х в нем устроили зернохранилище, а во время войны здание сильно пострадало от обстрелов и бомбардировок. Мощные стены уцелели, но купол был полностью разрушен. А в 1972-м храм и вовсе оказался на грани исчезновения. Запускается проект, делается водохранилище, затапливается все это, уровень грунтовых вод меняется. И само зеркало водохранилища на тот момент сразу подходило под стены храма. То есть храм очутился, как остров в воде стоял. Потом уже позже, через несколько лет, был намыт современный Петровский остров. И намыт песок, появились современные границы водохранилища вокруг храма. Из-за вот этих изменений фундамент храма стал разрушаться. Несколько лет церковь простояла в воде, сырость стала разъедать стены изнутри. И только в конце 70-х общественность опомнилась и забила тревогу. Начались реставрационные работы, но этого оказалось недостаточно. В 80-х было затеяли проект по переносу храма. Но в итоге всё застопорилось, пока Московский институт не разработал спецпроект. Было вбито около 450 свай разной длины, от буронабивных до металлических, для укрепления фундамента и удержания храма на месте. Таким образом, разрушение храма из-за уничтожения фундамента удалось остановить. Храм был отштукатурен снаружи и внутри, но проблема сырости не была решена. Была сделана дренажная система, которая существует и до сих пор. Она предназначена для того, чтобы отводить грунтовые воды в водохранилище. В 1996 году, к 300-летию морского флота, храм был вновь открыт. И хотя ближайшее море отсюда за тысячи километров, в память о Петровской эпохе он обрёл двойное название – Успенско-Адмиралтейский. О Петре напоминает и копия корабля «Гота-предестинация». Это был первый линейный корабль русского флота. Ничего подобного в России не было. Не было такого мощного корабля. То есть у Турции таких тоже, по сути, не было. И в этом его уникальность. Вот сама служба корабля на самом деле достаточно интересная. То есть сам корабль прослужил 18 лет. Для подобного российского корабля это довольно долгий срок. В среднем такие корабли у нас в стране служили где-то от 5 до 10 лет. Сейчас судоходство на Среднем Дону село на мель и совсем не развивается. А от Петровской эпохи осталась только Успенская Адмиралтейская церковь, которая простоит ещё долго.